Меня зовут Кузьмик Юрий. Сегодня я проведу первый наш обобщающий вебинар. Мы будем рассматривать технологию учета топлива. Соответственно, мы должны пойти в цепочки. Это методика приемки топлива, методика контроля перемещения топлива и списания. В целом, если рассматривать саму приемку топлива, то она бывает на сегодня день двух типов. Первая часть – это когда устанавливают на приемку счетчик, допустим, типа ППО 40. Желательно, конечно, с газоделителем. И, соответственно, мы полностью считаем по счетчику топливо, которое прибыло от поставщика. И, соответственно, тогда по предприятию можно задать приказ. И, соответственно, фактически при поступлении топлива приходит ровно то топливо, которое посчитал счетчик. А разницу между накладной поставщика и счетчиком, соответственно, списывать на уголь. Это вариант один. И вариант два, соответственно, в данном случае мы приходуем, то есть фиксируем показания по показаниям датчиков уровня. Но, тем не менее, все равно фиксируем, что приходу не топлива будет по показаниям накладной. Вот, и в данном случае такие используются данные для учета. Либо еще третий есть вариант, где мы, соответственно, опять же, на основании датчиков фиксируем поступление топлива. Дальше проводятся замеры, и система вам рассчитывает уголь от уменьшения, получается, температуры. Вот, и, соответственно, тогда по приказу приходится эта разница. Вот, идем дальше. В целом, если рассмотреть саму систему, то она выглядит следующим образом. То есть у нас есть программируемое устройство, то есть мы используем трекеры компании Galileo Sky с нашими алгоритмами. Алгоритм бывают нескольких типов. То есть это интерфейсный для автоматизации по 45-му порту, колонок различных производителей, таких как Tapas, Nara, Seller. Вот, и, соответственно, есть другой алгоритм, который позволяет подключать либо оборудование нашего производства Exotron, то есть различные модули на бензовозах, либо заправочные колонки, либо подключать различное разнородное оборудование, которое, соответственно, уже можно в целом объединять и загружать в общую систему. Дальше трекер, как обычно, настраивается, в принципе, на две системы. То есть первая система – это, в принципе, система мониторинга заказчика, это могут быть различные системы мониторинга. И, соответственно, дополнительно прибор настраивается на сервер нашей компании. А уже наш сервер дополнительно еще плюс подсоединяется к системе мониторинга для получения дополнительных данных. С нашим же сервером уже идет взаимодействие. То есть это либо через веб, соответственно, интерфейс, либо через приложение, скажем так, в Telegram, либо какие-либо, скажем так, 1С модули, либо ERP-системы, которые взаимодействуют по API. По идентификации отдельно хочу рассмотреть момент. Здесь показаны различные варианты идентификации, то есть по картам, по чипам, по QR-штрих-кодам. То есть существует возможность, в зависимости от цели задачика, заказчика, по различным способам идентифицировать. В том числе одним считывателем идентифицировать разделе идентификации автомобилей и сотрудников. Ну и в частности, к примеру, если требуется, допустим, оперативная заправка какого-то арендного транспорта, соответственно, уже реализованы механизмы генерации QR-кодов при создании пластиковых карт. И, соответственно, возможность установить видеокамеры для считывания QR-кодов и организовывать одноразовые выдачи топлива по QR-кодам.